всем привет сегодня у нас будет небольшое сравнение еврофатинов еврофатин нейлон хаяль который вам очень понравился и еврофатин бусе тоже мягкий этот мягкий этот мягкий посмотрим в чем их отличие и почему так любят нейлон хаяль ячейки у фатина нейлон хаяль вот такие вот мелкие и как соты фатин хорошо тянется он мягкий он хорошо тянется по длине по ширине и вот так а потом быстро приходит форму такой еврофатин берут для пошива юбок также фаты или платье он довольно мягкий пластичный тягучий такой упругий форму держать не будет но будет очень красиво спадать и образовывать пышность юбки сейчас наличие у нас есть два цвета это цвет загара и телесный так как смотрится на ручке цвет загара он практически прозрачный небольшой оттенок придает и телесный интересный как прям сама рука так а сейчас давайте посмотрим бусы хаяль тоже мягкий еврофатин чем же он отличается смотрите вот у нас бусы хаяли у него ячейки более ромбовидные там были соты здесь более ромбовидные но также миленькие еврофатин этот мягкий такой же упругий и тянется но по ощущениям он чуть-чуть пожестче можно сказать что чуть-чуть пожестче но это считается также мягким еврофатином популярным его используют для пышных юбок для фаты для платьев он прекрасный и также придает пышность и мягко спадает вниз то есть он не будет стоять колом довольно хороший фатин есть у нас еще еврофатин карина он также мягкий он тоже хорошо тянется и у него вот такие ромбовидные ячейки единственное отличие среди этих фатина в том что карина блестит и еще для сравнения еще один вид фатина это еврофатин не люфер хаяль здесь у нас тоже такие ромбовидные больше ячейки он тоже довольно мягкий и хорошо тянется на коже совершенно не видим если кто-то хочет просто эффект дымки то вот этот фатин будет хорош теперь сравнивать не люфер хаяль с нейлон хаяль то смотрите в чем отличие небольшое тактильно они оба очень мягкие наверное не люфер хаяль более зернистый то есть ячейки они прощупываются и он более мягкий то есть вот когда растягиваешь ощущается что он такой потоньше то есть он хорошо тянется и хорошо ну хорошо тянется а вот если растянуть нейлон хаяль он ощущается более упругим по тактильным ощущениям более гладкий то есть эти ячейки они более гладкие и так не прощупываются пальчиками и ячейки сами виде сот виде сот здесь виде ромбиков он сильно вот так вот тянется а этот более упругий а теле выглядит они одинаково они оба прозрачные и создают легкий эффект дымки а